Бразильские ученые заявили, что ускорению роста волос способствует голодание. К таким выводам они пришли после проведенных испытаний при помощи грызунов. Мышей разделили на две группы и побрили. Животных в первой группе кормили регулярно, а грызунов из второй посадили на диету, они систематически не доедали. Через полгода ученые отметили, что у голодавших животных волосы быстрее. Специалисты считают, что потеря волос приводит к повышенной потере тепла, а нехватка пищи только усугубляет этот процесс. Чтобы восстановить тепловой баланс, защитные механизмы животных попросту ускоряют рост волосяного покрова. Некоторые эксперты уже предположили, что это открытие может негативно сказаться на индустрии косметических средств, ведь многие теперь могут предпочесть тратить денег на средства для ускоренного роста волос элементарной диеты. Видеоблогер из Оренбурга за 70 дней преодолел путь из России до КНР. Добирался на попутных машинах, преодолев общей сложности около 20 тысяч километров. Молодой человек давно мечтал увидеть Азию, но средств на путешествие через турфирму не было. Тогда он продал часть своих вещей и на вырученные деньги 1 июля самостоятельно отправился в Индию. Через два с половиной месяца 26-летний путешественник добрался до Пекина. Оценив красоту центральной площади города Тянанмен и Великой Китайской стены, Виталий Кузнецов отправился дальше. Следующий пункт в маршруте Гонконг, финиш путешествия в Дели. Любители здорового образа жизни в ЮАР решили помочь бездомным животным. Там организовали благотворительные занятия йогой. Во время уикенда с утра и до вечера в одном из парков Кейптауна будут давать уроки йоги. Вместо платы за тренировку людей просят внести пожертвования в пользу городских приютов для животных. Причем это не обязательно должны быть деньги. Можно принести еду или лекарства для собак, а также миски для кормления, поводки, ошейники или средства по уходу за животными. Для тех, кто не силен в йоге, но хочет помочь, предлагают просто провести время с собаками, которых приведут в парк. Недавно принятый закон о запрете продажи алкоголя в придорожных заведениях в одном из штатов страны решили подкорректировать. После внесенных изменений в городе-миллионнике Индии Чандигархи, владельцы всех придорожных кафе, ресторанов и баров должны установить алкометры, чтобы бармены могли прямо на месте проверить степень опьянения посетителей заведения и принять решение о вызове такси или полиции, если кто-то решит сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Индии, как и в России, сейчас отменено нулевое промилле, ну а в азиатской стране допустимая норма алкоголя в крови даже меньше 0,3 промилле против 0,35 в России. Аргентинский нападающий Карлос Тевис, выступающий за китайский клуб Шанхай Шиньхуа, перестал попадать в состав команды. Решение отстранить звездного форварда от матчей принял новый наставник команды У Цзинуй, на этой неделе сменивший отправленного в отставку известного ругвайского специалиста Густава Поэта, которому, к слову, лишний вес Тевиса не мешал выпускать форварда на поле. По словам нового тренера, он не будет использовать ни Тевиса, ни еще одного игрока клуба, колумбийца Фредди Гуарина, пока оба футболиста не решат проблемы с лишним весом. Репутации и зарплаты для него не играют никакой роли. В последних четырех матчах Шанхай Шиньхуа потерпел поражение и сейчас занимает лишь 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Китая по футболу. В 12 матчах Тевис забил лишь два мяча, ну а зарабатывает самый высокооплачиваемый футболист мира 720 тысяч евро в неделю и 40 миллионов в год.